Любители поохотиться на собак, или как принято их называть, докхантеры, в последнее время все чаще заявляют о себе жестокими убийствами четвероногих. Они выступают против бездомных животных в самой агрессивной форме. Но зачастую докхантерами становятся и спецорганизации, незаконно содействуя в отлове безнадзорных животных. Этот пес попал под машину, но выжил, а потом был усыплен спецслужбой и кремирован. Ранее из объявления в этом несчастном Юлия узнала своего пропавшего накануне пса. Девушка не успела проверить, ее ли это собака, прежде чем животное увезли незнакомцы. Они сделали ей инъекцию, неизвестное вещество, погрузили в машину и увезли. В этот момент как раз я начала звонить. Они испугались, что нашелся хозяев. Иначе хозяин начали вводить меня в заблуждение, чтобы успеть кормировать тело, то есть не оставить доказательств. Со слов свидетелей Юлия узнала, что Северодвинская служба, которая забирает трупы безнадзорных животных, добила несчастное животное, сделав укол. По закону они должны были передать полномочия станции по борьбе с болезнями животных, но решили избавиться от лишних хлопот. Спустя сутки настоящая собака Юлия нашлась целой и невредимой. Но как переживала девушка, она не забудет никогда. Настоящих же докхантеров в нашем городе никто не знает. Все они прячутся и орудуют из-под тяжка. От их рук самым жестоким образом погибают сотни собак в стране. На своих форумах и сайтах охотники на собак делятся секретами своего жестокого ремесла. Здесь они описывают, как правильно убивать, куда стрелять и чем надежнее травить. Докхантеры – это социально опасные люди. Об этом говорят уже профессионалы-врачи, занимающиеся криминалисты, психиатры. Говорят о том, что человек, который способен убить столь высокоорганизованное существо, как собака, этот человек легко может убить человека. По мнению докхантеров, убивая бездомных собак, они защищают людей от бешенства. Впрочем, исходя из методов убийства, им это доставляет немалое удовольствие. Единственным методом в борьбе с убийцами владельцам собак остается лишь не спускать их с поводка. А бездомным дворнягам надеется на соблюдение человеческих законов. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.